Далеко за снежными горами, с суровыми северными ветрами, во владениях настоящей стужи, на скалистом восточном побережье Кольского залива город стоит скромный герой, имя ему Мурманск. Удивительный, незабываемый, он согревает своим теплом жителей города, а любопытных туристов завораживает красотой природы и навсегда отпечатывается в памяти. Ведь Мурманск – столица Арктики и крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Ни один мурманчанин не может представить свою жизнь без крайнего севера, полярного сияния, скрипящего снега под ногами, кораблей и моря. Место для строительства Мурманска было выбрано не случайно. Кольский залив, узкий фёрд Баленцевого моря, почти никогда не замерзает из-за теплого североатлантического течения, которое является продолжением Гольфстрима. И это очень важно, ведь Арктическая столица славится своим портом. Порт играл ключевую роль во всё время существования города. А особенно порт стал незаменим в годы кровопролитной Первой мировой и беспощадной Великой Отечественной войны и продолжает по сей день оставаться значимым в жизни мурманчан. Незамерзающий выход к морю наделил Мурманск особым положением. Нападение Германии повернуло работа порта в новое русло. Переброска военной техники, вооружения и продовольствия для частей Красной Армии и военно-морского флота. 7 октября 1944 года советские войска начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию. И угроза Мурманску наконец была снята. Вклад наших соотечественников, портовиков в победу над фашистской Германией невозможно переоценить. Труд этих людей, в числе которых было много пожилых, женщин, подростков, стал настоящим подвигом и символом этой отваги является Красное Знамя, переданное Мурманскому порту на вечное хранение, как признание огромного вклада предприятия в дело борьбы против захватчиков. Город и порт пришлось восстанавливать. Многое отстраивалось заново. Люди восстанавливали свой дом и учились снова жить без страха войны. Значение Мурманского порта было огромным. Отсюда отправлялось множество грузов на экспорт. В 1964 году порт стал самым крупным в мире из расположенных за Полярным кругом, а в 1966 году был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Вторая половина 20 века в мире ознаменовалась научно-технической революцией, затронувшей и судостроение. Первый в мире атомный ледокол был создан в СССР. В 60-х годах в под Мурманска прибыл ледокол «Ленин». Навигация в Арктике впервые была продлена на зимний период. «Ленин». «Ленин». Еще одно важное событие произошло в жизни нашего города. В порту открылся морской вокзал с первыми причалами местных линий. Рядом в сквере был установлен памятник погибшим портовикам в годы Великой Отечественной войны. Великая история нашей страны продолжала вершиться за Полярном Мурманске, в воротах в Арктику. 7 мая 1975 года был установлен мемориал покорителям Арктики. Он состоял из барельефа на стене дома с изображением в профиль ученого, капитана и летчика. Также рядом расположился сквер и четыре мемориальные плиты с барельефами знаменитых судов – Святой Фока, Ермак, Красин и Ленин. В преддверии столетия города памятник был полностью реконструирован. Теперь в центре сквера стоит полусфера с нанесенными на нее очертаниями Северного Ледовитого океана и маршрутом Северного морского пути, а также информационные стенды, рассказывающие об истории покорения Арктики. Мурманский порт сегодня принимает океанские круизные лайнеры и сам делает круизы по Ледовитому океану на Северный полюс. Никакая война не сломила дух ученых, участвовавших в экспедиции. От дрейфа челюскинцев на льдине до достижения впервые в истории надводного плавания географической точки Северного полюса на ледоколе Арктика. Сегодня около Мурманска базируется Северный военно-морской флот. Стратегическая концентрация морской силы Российской Федерации. Наша задача – хранить память о подвигах и героизме жителей города для детей и потомков. Так, пока жива память, мы будем едины, а наша страна – великой. Общая победа в Великой Отечественной войне – это залог мирного, успешного и беззаботного будущего всех жителей Заполярья. Автор мультфильма Михаил Довидюк-Мельник Под руководством Дианы Ренатовны Труппины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok